Так, вот моя камера в локальной сети, и она с помощью UDP сокета передает трансляцию в виде mjpeg стрима. И вот происходит трансляция на внешний VPS сервер. И вот смотрите, какая задержка. Практически нету и VPS, и разрешение. Ну и понятно, что картинка полностью программируемая, каждый пиксель программируемый. Это вообще круто, блин. Ну, в общем, можно сказать, что это как их темп и поток. Вот. Их темп и поток видео на внешний сервер, да? Ну, потому что хоть это и mjpeg передается, но с этим mjpeg потом можно сделать что угодно на своем сервере. Взять там ffmpg и во что угодно можно потом его переделать, и куда угодно потом его переслать. Хоть там на YouTube, хоть еще куда-то. Вот. Поэтому можно сказать, что это типа их темп и поток. Как бы. Вот. И сейчас покажу, как я его сделал. Для меня это темп и поток. Я не разбираюсь, что такое. Но для меня это когда сама камера берет и передает стрим куда-нибудь на какой-нибудь внешний сервер. Вот. Для меня типа это темп и поток. А что он там на самом деле значит, как бы, ну, я не знаю. То есть, мне главное, чтобы сама камера могла брать и отправлять данные куда-нибудь. Вот. Мне надо было такое сделать. И вот я это сделал. Вот как это устроена программка. Я потом весь код выложу на YouTube в комментариях. Гидхаба у меня нету, поэтому туда выложу. Ну, и так сейчас быстренько покажу, как она работает. Ну, это, в общем, основа. Это понятно, что берется, как он называется, скетч ESP Camera H. Ну, это скетч веб-сервера там. Вот. И берется Wi-Fi. Как она называется? Модуль. Ну, в общем, вот. Вначале там указываются настройки Wi-Fi, настройки сервера, все понятно. Тут настройки камеры, это кусок из этого. В общем, блин, так объяснять сложно. Это кусок, в общем, настройка камеры, да? В общем, вы знаете, если вы в этом разбираетесь, вы это знаете все. Что тут основное-то вообще? В общем, создается UDP. Что-то UDP создается. Блин, вообще объяснять не могу. И, короче, берутся снимки, делаются камеры, и отправляются пакетами, UDP-пакетами на сервер. Ну, на свой сервер, да? Ну, и в принципе, все, тут больше ничего не делается. То есть тут все просто в камере, да? Вот. Хотя как просто, чтобы до этого дойти, я потратил, блин, не знаю, сколько дней, чтобы вот к этому прийти. То есть тут создается UDP-сокет. Вот. И он, короче, постоянно отправляет снимки камеры. Вот. Очень быстро это делает. Ну, в зависимости от разрешения. Чем ниже разрешение, тем это не быстрее все это получается. Ну, и все. Тут все просто. Вот. А дальше на сервере уже создается MGPG-поток. Вот это уже PHP-файл сервера. Так. Тут, в общем, вначале создается заголовок Multipart. Это для того, чтобы, ну, для MGPG-а. Да? Чтобы для, как бы, постоянно загружались, загружались картинки. Тут создается UDP-сокет, ну, на PHP-языке, в общем, тут тоже ничего сложного. Тут всякие параметры. Вот потом цикл вайл бесконечный, который слушает, ну, принимает все пакеты от камеры. Вот. Короче, собирает из пакетов, ну, пакеты приходят фрагментированные, да, там, по полтора килобайта. Вот. Он эти фрагменты собирает в один пакет. Где тут? Ну, короче, там картинки от камеры приходят в виде формате JPEG. Вот. И у формата JPEG есть начало строчки определенное, FFD-8, есть конец строчки, FFD-9. И вот по этим, по этим наборам символов можно определять, где была, короче, где пришла полностью картинка. И вот я, короче, по этим символам определяю... Ох, как сложно объясняю, блин. Короче, я собираю фрагментированные пакеты. Веденные пакеты. Вот. Ну и все. И потом по PHP-шному создаю картинку из этого пакета. И в эту картинку уже можно добавить что угодно. Что с ним там, что угодно. Ну, это понятно, да, все, в общем. Ну и все, и вывожу ее на экран. Вот. И что тут, какая была проблема? Короче, была одна проблема, из-за которой... Из-за которой нижняя часть... Короче, тут внизу иногда появлялась пустая такая область. Ну, типа такой глюк, типа артефакта. Вот, я думаю, тоже многие с этим сталкивались. И вот я над этой проблемой столько дней возился. В итоге я понял, в чем дело. Я не знаю, смогу ли объяснить. В общем, из-за того, что UDP-пакеты отправляются вообще без... Ну, без... Беспорядку, да, без всякого порядка. И так как это нижний, самый последний фрагмент пакета занимает очень мало памяти. Вот. Остальные пакеты, остальные части занимают больше памяти. То за счет этого малого объема вот эти фрагменты приходили... Приходят быстрее, чем предыдущие. Вот. Из-за этого получаются такие артефакты. Вот. И чтобы это исправить, я что сделал? Ну, я получаю последний фрагмент картинки. Где тут? Короче, получаю последний фрагмент картинки. И потом смотрю, какой следующий пакет картин пришел. То есть, следующий фрагмент, по идее, должен быть начало следующей картинки, да? Но, если последний кусочек был маленький, то после него может прийти предыдущий пакет. Вот. И я смотрю, если следующий пакет, это не начало следующей картинки, то я этот фрагмент беру и кладу его сюда, в общем, и формирую картинку. Вот. И все. И этот артефакт исчезает. Не знаю, понятно или нет, но, в общем-то, так... Ну, и вот. И вот эта штука пропала. Короче, так, блин. Ничего не понятно. Блин, нафиг в жопу все это. В общем, если вы хотите, чтобы ваша ESP-шка сама транслировала видеопоток из локальной сети куда-нибудь во внешнюю, на внешний какой-нибудь IP-адрес, то вот это то, что вам надо. Хоть, может, вы и не поняли. Вот. Она транслирует через UDP-сокеты MGPG-поток на внешний сервер. А потом уже на внешнем сервере можно брать какой-нибудь FF-мпэк и этот MGPG переделывать во что угодно. И пересылать куда угодно. Вот так. Готово! Так вот. Так вот так вот. Продолжение следует...